Добрый день! Сегодня у нас нужно допройти границ и будем тихонько подбираться до бесконечности. Надеюсь, что доберемся. Нам нужно следить за временем, потому что собрание у нас сегодня очень большое, нужно много вопросов решить, поэтому долгий семинар статейки не будем. В прошлый раз мы поговорили про определение и характер и остановились на том, что определение и характер зависят друг от друга, точнее, характер зависит от определения, а вместе со своим характером меняется и само нечто. Если нечто меняется, то и определение его может поменяться. Это отражение того самого положения, что нечто и сохраняет себя, и становится иным, и сохраняет себя, и отрицает себя. И вот мы дошли до развития нечто таким образом, что теперь нечто изменяется через свой характер, но и его определение тоже может изменяться. И определение и характер – это уже два нечто, которые не просто иные друг по отношению друг к другу, так что мы просто сравниваем их с собой. А определение и характер относятся друг к другу из самих себя. Характер – это то, что неопределение. Определение – это то, что не характер. Они взаимно отрицают друг друга из самих себя. Это еще называется слогом «имманентный». То есть имеют отрицание как имманентное, как внутреннее присущее. Относятся к другому из самого себя. Верно. Одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Каким образом мы перешли границы? Мы увидели, что определение, по сути, это определенность, которую мы взяли как качество, как положительную, утвердительную определенность. И которую нечто имеет в себе, то есть сохраняет в изменении. Это есть определение. А вот то, что за этой определенностью – это характер. Михаил Васильевич энергично встает против того, чтобы в переводе характер переводился как свойство. Есть такие переводы, в которых характер переводится как свойство. Но это не совсем правильно. И Александр Сергеевич, конечно, тоже разделяет эту точку зрения. Потому что свойство появляется дальше в сфере сущности. Но он попросил, ну, как он обратил мое внимание на это, и я думаю, что ваше тоже внимание на это должно быть обращено, чтобы глубже понимать текст, что все-таки в русском языке характер – это нечто, имеет оттенок чего-то более существенного. То есть, если мы говорим о том, что характерно, то характерный признак – это один из главных, почти определяющих. Это как раз тоже можно считать отражением того, что характер и определение влияют друг на друга и переходят друг в друга. Что через свой характер меняется нечто, через характер может поменяться определение. Но в русском языке так получилось, что характер очень близко к определению. И нужно иметь в виду вот этот оттенок смысла, и что оттенок смысла, который есть у слов «свойства», это тоже такой ключ для глубокого понимания, что такое характер. То есть, свойство может быть целый мешок, это какие-то несущественные определенности. А вот есть существенная определенность, которая сохраняется в изменениях, это определение. И к определенности принадлежит как определение, так и характер, и характер зависит от определения. Это одна и та же определенность. Одна и та же определенность, которая смыкает и разделяет два нечто, называется граница. А вот теперь можно рассмотреть границу. Но, правда, тут, когда Гегель структурировал свой текст, он просто размышлял не в том же ключе, вот как мы обычно берем определение, что это такое, и пытаемся рассмотреть противоположное. Увидеть противоположное, то есть рассмотреть. А тут, получается, Гегель просто рассуждает о противоречии, которые есть в понятии границы. И так это определенность, которая соединяет и разделяет два нечета. Мы ранее говорили о бытии для другого, о бытии для иного. И это Гегель называет неопределённой общностью со своим иным. А в границе подвигается небытие для иного. И благодаря границе иное не подпускается к нечету. Нечто отрицает своё иное благодаря границе и тем самым сохраняет само себя. И при этом из самого себя, из своего определения, из того, что оно есть, оно относится к иному. И отталкивает это иное. И мы теперь хорошо понимаем природу. Потому что в себе бытие тесно переплетено с иным. Мы это уже плохо поняли. И мы поняли, что определение и характер, определение, хоть и внутренне присущее, хоть и эманентная граница, мы уже тоже, можно так сказать, есть в нём внешнем образе. То есть это всё же отрицание нечто. Но об этом чуть дальше. Довольно парадоксальная мысль. Мы ещё на ней остановимся, но её нужно запомнить, что, оказывается, определение это ещё в некотором смысле, не во всех, конечно, но в некотором смысле определение, есть отрицание нечто. Итак, мы рассматривали границу. И в границе выдвигается небытие длинного. Что это значит? Во-первых, если нечто, благодаря границе, не подпускает к себе иное, отрицает своё иное, тем самым сохраняет себя, но то нечто, которое оно отрицает, имеет ведь ту же самую границу. И то нечто, благодаря этой границе, отрицает и первое нечто. Таким образом, граница — это небытие всякого нечета вообще. Граница отрицания. Я думаю, что это нужно, что это должен попытаться проговорить каждый вот эту мысль. Если она ясна... Ещё раз, можно? Граница... Граница — это небытие длинного. В границе выдвигается небытие длинного. Ну, собственно, будет альфа третьего под параграфом параграфа. Вот эту мысль можно зафиксировать, что поскольку граница — это небытие для иного, то иное, благодаря границе, отрицает и первое нечто. Таким образом, граница есть небытие всякого нечета вообще. Вот, Валентин, попробуй поговорить о том. Высль ясна? Ну, по сути, что в языках текстов в границе подвигается небытие для иного. Граница есть небытие этого иного, а не самого нечета. Но они... Но иное... Но благодаря той же границе иное отрицает и первое нечто. Но иное само по себе нечета. Тоже верно. И таким образом оно имеет... Ну, это правильная мысль, хорошее замечание, но это скорее дополнение к тому, что я сказала. Я так понимаю, всем нравится делать упор на то, что иное тоже... Да, иное нечто само нечета, и это правильно. Но у Гигеля это написано образно, что первое нечто отрицает второе нечто благодаря своей границе. Но и второе нечто благодаря той же самой границе отрицает первое нечто. То есть нет такого, что первое нечто не отрицается, что вот оно выставило границу в отношении всего остального, а само не отрицается и никак не затрагивается этой границей. Оно этой же границей отрицается. Вот такая мысль, что любое нечто, какое бы мы ни взяли, с какого бы нечто мы ни начинали, она является... Любая граница является отрицанием любого нечета всякого. И получается тут скорее рядом положенное определение, что в границе выдвигается небытие для иного. Но раз она разделяет два нечто... Но она не является бытие, она объединяет и объединяет. Да, из этого, из этого, из того, что она объединяет и разделяет, мы, собственно, и можем поэтому судить, что благодаря границе нечто отделяет от себя. Отрицает свое иное из самого себя. Ну вот так вот можно сказать. Из-за того, что... Еще раз, из-за того, что граница это определенность, которая объединяет и разделяет твое нечто, нечто благодаря своей границе отрицает свое иное. И вот так вот можно говорить. Но поскольку для того иного, которое отрицается, граница та же самая, то оно благодаря этой границе отрицает первое нечто. Вот. Первое нечто благодаря границе оно отрицает свое иное. И иное... А иное-то отделено от первого нечета той же самой границы, оно благодаря той же самой границе отрицает первое нечто. У нас все нечто оказались отринуты. Все уничтожили. Несмотря на то, что я сказала позже, несмотря на то, что я сказала, несмотря на то, что мы получили, что граница – это не бытие всякого нечета, однако нечто есть то, что оно есть только благодаря своей границе. Это получит развитие в дальнейшем в следующем пункте, через пункт, но нужно зафиксировать четко. Мы должны получить формулу, собственно, которая в кратком изложении Михаила Васильевича используется. Благодаря всему, что мы сказали, нечто есть и не есть в своей границе. Вот. Я хочу, чтобы вот это положение, которое в кратком изложении приводится в особе нечто есть и не есть в своей границе. Мы должны глубоко понять это положение. Почему не есть? Вот почему нечто не есть в своей границе? Да, мы только что с вами подробно выяснили и рассмотрели, что граница – не бытие всякого нечета вообще. Но вместе с тем граница – это и бытие нечета, потому что нечто есть то, что оно есть, имеет качество только с границей, только в своей границе. вот первый блок мы закончили, констатировав, что нечто есть и не есть в своей границе. Рассмотрим еще глубже. Поскольку нечто есть и не есть в своей границе, то его наличное бытие и его неимение наличного бытия оказываются отделенными друг от друга. Тут и получается неимение наличного бытия, потому что в границе выдвигается не бытие всякого нечета. Нечто никуда не исчезло. Оно, мы как его рассматривали, так оно и осталось. Но оказалось, что в границе его не бытие есть. Есть момент его не бытия. Потому что граница есть не бытие. Почему граница есть не бытие? Потому что граница есть определенность. Ну, если я в утие, то ногти, волны, зубы, это все не я. Хотя мое. А почему не граница? Я думаю, граница благодаря коже есть и не есть. Да, кожа дышит, она контактирует с кислородом, она защищает внутренние органы и мышцы. Без кожи ты уже не будешь с тобой. Ну, А благодаря коже это не есть. Да, ну, для того, чтобы понять, является ли кожа границей, то нужно понять, является ли кожа определенностью, которая соединяет и разделяет два нечто. Соединяет она меня и атмосферу вокруг меня. Соединяет, конечно, моя кожа дышит, с кожей испаряется влага. И, конечно, кожа взаимодействует с атмосферой, таким образом, я и атмосферы соединены благодаря моей коже. Но, но опять-таки, она и разделяет меня и атмосферу. Ну, соответственно, кожа вполне соответствует определению. Для чего я сказала про наличное бытие и не имение наличного бытия? Есть моменты в этой границе, мы их только что увидели, которые оказываются друг вне друга. То есть, поскольку нечто есть и не есть в своей границе, то оно лежит как бы подле своей границы. Оно не является своей границей, оно вне или, как парадоксально написано, внутри своей границы. Вне и внутри. Вроде бы два противоположных слова. Но хочу обратить на это внимание. Вне и внутри это значит не граница. Нечто не граница, вне граница. Вне и внутри. попробуйте понять, как эти два антонима могут быть связаны. Если чай в стакане, то чай не стакан. Хотя оно и имеет форму стакана, но тем не менее. Вот предлагаю вам рассмотреть этот момент, когда нечто в своей границе, как чай в стакане. Началый результат. Есть такой вот момент. Подход бета, нечто находится вне своей границы. Благодаря тому, что оно есть вне своей границы. Вне. Но и это под пунктом вне своей границы мы развиваем предыдущую мысль, что нечто есть и не есть своей границы. Вне своей границы, как мы только что поняли, нечто есть лишь неопределенное наличное бытие и никак не отличается от своего иного. Это понятно. Второе. А первое иное непонятно? Не совсем. Почему нечто вне своей? Почему граница вне нечета? Потому что граница отрицания нечета? Потому что она не потеряет этого нечета? Так тоже можно сказать. Да. То есть отдельно если ее взяли получается можно или нельзя отдельно смотреть? Мы сейчас ее отдельно от нечета не говорит? Нет. Мы можем взять ее изолированно и это будет качество нечета. Граница это качество нечета. Правильно? Граница о качестве Гегель не говорит. Это определенность. Но если мы берем определенность как бытие то это качество. Если мы берем границу по определению то это тоже качество. В принципе так можно сказать. Гегель сам этого не говорит. Гегель обычно говорит о том что граница это все же определенность. Граница более общая и вовсе не обязательно, что это будет утвердить. Просто определенность, она же неотделима на личном бытие своего, поэтому не совсем понятно, зачем он ее выдирает. От нечета. Он не выдирает, она сама отделяется. Какое-то другое качество выглядит. По сути, в границе есть отрицание нечета. Не потому, что ее отделили, не потому, что ее оторвали. Она сама есть отрицание нечета. Понятно, почему граница есть отрицание нечета? Потому что граница – это не нечета, это ее определенность. Мы же уже проходили, что определенность… Ты только что спросил, как же вы смогли оторвать границу от нечета. Получается, задача в том, если одно понятно, а другое непонятно, что увидишь, что все-таки оба эти момента есть, и они существенны. Понятно, что без границы нечета равно своему иному, как неопределенное наличное бытие. Но ведь это не так. Мы ведь знаем, что на другое есть. Поэтому вот эта мысль, если она ясна, если она яснее, чем первая, значит первая должна быть так же ясна. Потому что это такой же равносильный момент. Что в границе есть все же отрицание. Это мы все это время рассуждали по поводу того, что нечто есть и не есть в своей границе. Что в границе выдвигается небытие не только иного, не только для иного, но и для самого нечета. И нужно понять, что и нечто есть только в своей границе. И если нечто есть только в своей границе, то оно тем самым указывает на само себя, как на свое собственное небытие. Если граница – это само нечто, если без границы не будет нечто, то нечто, раз уж оно имеет границу, то оно соотносит это с самим собой, со своей границей, как со своим собственным небытием. Гонится этой границей, гонится этой границей, получается, к своему небытию. И умирает. Если проводить такую аналогию, то мы разглядели два момента, две стороны – качество, реальность и отрицание. Мы разглядели качество, как рефлектированное, как реальность и как отрицание с одной стороны. А границу мы должны тоже рассмотреть рефлектированно, как отрицание и нечто, так и само нечто. Два этих момента нужно увидеть, как отрицание и как само нечто, как бытие и как небытие. И раз уж нечто имеет границу, то оно соотносится с этим своим прозе, как бытием, с самим собой, как собственным же небытием. И, получается, умирает. Если оно имеет границу, то оно связано со своим небытием. Погибает, умирает, конечное. Оно конечное. Если оно имеет границу, то оно конечное. Вот к чему мы с вами пришли. Убили нечто. Ну, не убили. Оно пока умирает, но еще не умерло. Сейчас допинаем. Развития не будет, если мы остановимся. Вот как мы останавливаемся на том, что есть только определенное наличное бытие, не нужно останавливаться на том, что нечто не существует вне своей границы. Этот момент есть. Есть только ограниченное нечто. Разве есть неограниченное нечто? Мы только что рассказали, что нечто вне своей границы неопределенное наличное бытие. Что его нет вне своей границы. Что оно есть только в своей границе. Истина определенного нечто. Раз нечто это в любом случае определенное наличное бытие. А не может же не быть не определенным наличным бытием. Да, совершенно верно. И если у него есть определение, если оно ограничено, я бы не стала использовать этот термин. В тексте не используется такого определения, что нечто ограничено. Поскольку нечто имеет границу, поскольку оно есть в своей границе, то оно указывает, соотносится с самим собой, как с собственным небытием. Небытие – это отрицание нечто, все, нету нечто. Но это же не ничто? Ну, не абсолютное, не полное ничто, да, мы можем констатировать это, но такое нечто, которое мы отринули, его нет. Нужно просто понять, каким образом мы пришли к конечному, что оно закончилось. Мы о нем только что говорили, отринули, благодаря его же собственной внутренней границе. Это жутко интересно, что оказывается все конечное. Если оно определено, то оно конечное. Конечные вещи… Ну, движение продолжайте. Да, мы продолжим, да, конечно. Я не хочу, конечно, на этом заканчивать сегодняшнее занятие, чтобы все разломали, что все конечно, все тленно. Оно указывает на свое небытие. Оно своей же границей выводится дальше к своему небытию. Выводится своей границей к своему небытию. Глава называется «конечное». Мы же должны как-то получить это конечное. Как-то должны понять, почему оно конечное. Как оно конечное, что значит? Что значит, заканчивается. Как заканчивается? Значит, переходит свое небытие. Почему переходит свое небытие? Собственной же границей убивается. Приходит к своему небытию. Ну да, все конечно, все приходит. Молодые люди, они перестают быть молодыми. А больше нет молодого человека. Все, молодость закончилась. Прощай молодость. Конец. Придел же, да? Есть же понятия. Да. Вот и выход за границей. Конечно. Сейчас выйдем, сейчас выйдем. Да, это очень интересно, что вся аудитория взбунтовалась против того, что все погибает, все умирает. Да, я сказала… Да это просто неправильное выражение. Наверное, просто переход. Но я имею в виду переход. Больше ничего. Кто умирает? А почему нет? Ну, нужно спокойно относиться к тому, что мы все умираем, чтобы не делать глупостей. Да, никто не хочет с этим оставаться. Потому что мы все-таки материалисты. Мы уже изучаем диалектику и диалектические материалисты. И уже понимаем, что развитие продолжится. А вот человечество очень долгое время делало конечное вот это определение последним словом. И сознание не распространялось дальше к концу. Если конечное, то все, умер, да и баста. Все. Мы-то знаем, что конечное, оно все равно продолжается, что оно становится… Бой. Становится. Становится. Да. И что на самом деле и конечное придет. Непосредственность конечности. Вот в конечности есть это противоречие, которое очень многие не замечают. Что конечные вещи есть, но рассудок, тот, который называется здравым или всеобщим, ну вот если конечное, значит ничего они не стоят, ничего они из себя не представляют. Жизнь человека конечна, ну значит человек перед лицом чего-то более интересного, божества, мелкая сошка, которая ничего не стоит, ему нужно просто молиться, например. Только так он сможет. Ну то есть не видели, упорно не видели бесконечного в конечности человека. Не замечали, что на самом деле бесконечное есть во всем. Выносили бесконечное за, куда-то во мне и мы поймем, что это не так. Мы еще поймем и к этому придем. Чисто логически придем, что на самом деле не может такого быть, чтобы конечное было полностью отделено от бесконечного. Вот есть конечный человек смертный, даже называют людей смертный. Такая вот его определенность к смерти, ну конечно смертная, а как с этим можно спорить. Но вот конечное делается последним словом о человеке, а вот значит только где-то во мне он обретает бессмертие, будто он может что-то сделать каким-то другим образом. Да. И таким образом конечное делается, да, конечное противостоит бесконечному во веки веков, если мы так вот неграмотно рассматриваем, конечное становится вечным. А это противоречие, которое никто не замечает. Что если мы на этом сосредотачиваемся, там смертные, вот не могут быть бесконечными. Вот конечности она всегда противостоит бесконечности. То тем самым конечность возводит в рано бесконечного и не замечает этого. Ученые, даже если они идеалисты, даже если они нам в Бога верят, тем не менее на уровне своих исследований они всегда остаются материалистами. И при том они стихийно, ну вот биологи стихийно получаются диалектические материалисты, хотя не могут формулировать в таких категориях, которые мы изучаем. В некоторых могут из тех, которые мы изучаем. Мы заговорились, а ведь у нас с вами семинар и не лекция, поэтому нужно проговорить, как мы получили конечное, как мы разглядели конечное. Нужно зафиксировать, что раз нечто есть и не есть в своей границе, то нечто, которое есть только в своей границе, тем самым соотносится с собой как в собственном небытие. Почему нечто есть и не есть в своей границе? Вы проговорили, но кажется, что это осталось не закреплено. Только в своей границе нечто есть, то что оно есть, имеет свое качество или, как вы правильно сказали, определенность. Да? Нечто есть в своей границе, потому что оно имеет в ней свою определенность. А без нее было бы не определенное научное бытие. А почему нечто нет в своей границе? Потому что граница – это не бытие, нечто. Да. Никто не будет расставать, протестовать, что нечто есть и не есть в своей границе. Почему нечто есть в своей границе? Геометрическая фигура – вот квадрат. У него какая граница? Квадрат. Квадрат есть в своей границе? Ну, есть. А почему квадрата нет в своей границе? А потому что, ну, это же граница только, это же не сам квадрат. Это же не то, что заключено в этих границах. Внутри пустота неопределенная. Ну, кажется, понятно, да. И то, и другое есть. И это очень важно – увидеть оба эти момента, что нечто и есть, что нечто не есть в своей границе. Нечто, которое есть в своей границе, тем самым указывает на свое небытие. Но, ну, если вот только это предложение сказать, то становится непонятно. А почему указывает на свое небытие? Получается, до этого нужно сказать, что граница – это небытие нечто. То есть, нужно сказать, что раз нечто есть и не есть в своей границе, то нечто, которое есть в своей границе, указывает на само себя, как на свое небытие. Вот так можно еще сказать. А указывает, значит, находится в соотношении? Нет. Верно. Верно. Указывает на себя, как на свое небытие соотносится с самим собой. Я думаю, точнее будет сказать, что нечто соотносится не с своим небытием, а оно соотносится с самим собой, как с собственным небытием. Имманентно – это, значит, относится к иному из самого себя. Из самого себя. Самого. То же самое, что и соотношение с иным – ему имманентно. Можно сказать так, можно сказать эдак. Егель сказал вот так. Внутренне присущие, имманентно, да. Затем понял, нечто – это свои имманентные границы, исконечные. Да. А что это значит? Вот, мы только что это обсудили. Границы ему внутренне присущи. А почему конечные? И это здесь конечное? Потому что небытие. Конечное, потому что его же граница, которая есть его бытие, которая должна его защищать, она же есть его небытие. Нечто представляется своей границей? Да. Да. То есть его нет? Его нет. Конечное. Но переход уже другой, да? Меня очень радует, что вы можете это своими словами сформулировать. Можно сформулировать свою границу. Так, Алексей совершенно правильно сказал, почему конечное? Почему нечто вместе со своей монетной границей – конечное? Алексей сформулировал совершенно правильно. Конечное. Потому что оно есть своя граница, оно имеет свое бытие в этой границе, которое есть его же небытие. Отрицание. Да. И отрицает это само нечто. Если нечто имеет границу, то оно отрицает этой границы. И таким образом оно конечное. Да. Не истинное, не познаваемо. А. Не истинное. Не истинное, не познаваемо. Только истинное, познаваемо. У меня послушность. А. Нет, нет. Да. Очень хорошо, что ты это заметил и сказал, потому что другой тоже мог не расслышать, что я сказала. И на этом нужно остановиться, чтобы не было таких недопониманий, чтобы мы по ложному пути не ходили. Вот ближе к истине стали благодаря замечаниям Антона. Так. Мы получили конечное. И можно заметить… Ну, на самом деле, выделяется отдельный аппарат, по непосредственности конечного, в который вскрывается это противоречие, что конечное делается вечным. Но, как ко мне, и вы, я думаю, со мной согласитесь, если не согласитесь, скажете, прогументируете, что это еще появится. Ну, мы пока зафиксировали вот эту конечность, а вот соотношение конечного и вечного, конечного и бесконечного, оно будет обсуждаться дальше. Пока что… Ну, пока что… Ну, пока что… Мне кажется, Гигель привел этот подпарат для того, чтобы успокоить. Что? Бесконечное еще будет. Сейчас, погоди, сейчас пределы блаженствования рассмотрим и получится. Вот. Это в логическом развитии, это логического перехода пока что не имеет. Мы просто фиксируем. Это забавное противоречие, которое нам нужно разрешить. В процессе бесконечности, таким образом, мы пробегаем, хотя я просила его выписывать, мы на этом остановились, а вот о пределе обножествовании поговорим. Ну, ведь не только граница, как правильно заметил Алексей, отрицает нечто. Нечто же не само отрицает свою границу. Если у нечто есть определение, то если у него есть граница, то она же все-таки внешняя, она же не бытие. И получается граница, которая отрицается, которая переступается. Это логерка, можно произвести этот пример? О, прекрасный, прекрасный пример, да. Там, по-моему, треть была занята противоположными войсками, была граница. И в тот момент, когда эта граница начала переступаться, она уже никакая не граница, она уже предел. А потом она уже не предел. Там не была граница, она была линия фронта. Ну, да, линия фронта – это тоже определенность, которая соединяет и разделяет две враждующие стороны, два нечто. Поэтому, да, правильно, что это не государственная граница, но эта граница, ну, линия фронта попадает под определение границы. и граница, которая переступается, есть предел. – Это логерка переступили. – А, значит, она уже не предел. Граница, предел является пределом, только пока переступается. – Выбедите. – Пока отрицается. Когда переступили, ну какой же это предел? Все, уже не предел. А до того, как переступили, еще не предел. Да, граница, которая переступается, есть предел. Но поскольку отрицание обоюдоострое, то нечто, отрицая свою собственную границу, переступая через нее, оно тем самым и переступает через самого себя, относится к самому себе, как к своему небытию. Такое соотношение с собой, как со своим небытием, называется должностным. А что, Анна, ты хотела тут говорить? – Я не понял, вот про это обоюдоострое со стороны кого? – А, ну вот, у нас есть нечто и его граница. – Со стороны нечто и иного обоюдоострого? – Нет, мы смотрим на нечто и его границу. Все. А в границе уже есть иное, оно снято. Зачем мы про иное? Остановимся на том, что у нас есть, не будем слишком много сюда подтягивать, у нас есть нечто и его граница. Иное мы подразумеваем, помним о нем. Но говорить не будем, нечто и его граница. Нечто отрицает свою границу, переступает ее и граница. Да, и тут в этой же самой линии фронта есть противоречие. Она вообще линия фронта или не линия фронта? Она определенность или неопределенность? Это хорошо. Есть противодействие. И то и другое. Да, и то и другое. В границе есть и то и другое. Если мы говорим о линии фронта, то что все-таки как-то и в чем-то разграничивает, возможно, не во всем, но для чего-то является границей. Если ее переступают, то в этот момент она становится пределом. Момент. Имя? Ну да. В ней могут быть эти моменты в противоборство. Конечно, эта линия фронта, например, противоречит соображениям Барыша. Есть вот такая борьба. Ну, конечно, выставили свои кордоны, но мы между ними прошломнем. И тогда это уже… и уже эта граница не предела. Какое есть отношение внутри самого нечто, которое позволяет нам говорить о долженствовании? Ну давай, я все-таки попрошу тебя еще раз проговорить, как мы получили, как мы перешли к пределу. Как так оказалось, что мы стали говорить о пределе? Как так оказалось, что мы стали говорить о границе, которые переступают? Что граница, как такое отрицательное, которое существенным образом есть, называется пределом? Можно и так сказать. Почему нет? Пока, может быть, нам рановато говорить о существенном, не существенном, но, однако, мы интуитивно нам из своего опыта понимаем, что такое существенное и не существенное, хотя мы этого еще не рассматривали. Однако, если есть уже хотя бы такое развлечение, что существенное, что не существенное, что важно, что не важно. Вне области. Да, это пока что слово из других сфер, но мы вообще используем много разных слов, не только те, которые проходим в логике. Я принимаю этот протест, хороший протест. Это свидетельствует работе мысли. Но, тем не менее, если кому-то близко вот это определение предела, то почему бы им не пользоваться, если ни у кого не вызывает внутреннего протеста слово существенным образом есть, то есть важно. Граница важна для нечто, очень важна. Мы только что поняли, что без границы нечто – это просто неопределенное наличное бытие, которое равно чему угодно без границы. То есть граница существенным образом есть. Она важна, она есть, она внутренне присуща, нечто, если уж оно определено. Но граница как-то отрицательная все же, которая существенного размера, знаете, придет. А можно просто сказать, что нечто отрицательную границу. И такая граница, которая отрицается, которая переступается, называется пределом. Вот. Логика весна. И с другой стороны, с другой стороны этого отрицания находится само нечто. Ну, пока что, если не говорить о пределе, то что мы видели? Мы уже увидели, что нечто относится к самому себе, как к собственному небытию. И такое соотношение с самим собой, как к собственному небытию, есть должностование. и есть этот выход за предел. Да. Это стремление. Но это не стремление. Но слово стремление, оно образное, филфигуральное. Выход за свой предел. То есть конечному ничего не остается, кроме как выйти за свой предел. Получается, что оно должно стать своим иным. Да. Да. Совершенно верно. Да. Валентин не дождался, пока это скажу я. Я сказал это сам. Я поздравляю. Мы преодолели конечное. Мы преодолели конечное. Валентин нас спас от смерти только что. Конечное, ему ничего больше не остается, кроме как выйти за свой предел. Получается, что конечное должно стать своим иным. Должно выйти за предел. Вложествовании это и есть выход за предел. К следующему, к следующим занятиям у нас дальше же переход в бесконечность и для себя бытие. Для себя бытие разворачивается, бытие для одного, если кто-то его не читал. Там прямо в объяснении вставлена какая-то ссылка на Бога. Бог есть для Бога, Бог есть для Духа. Но я подумала, что для коммуниста это должно быть раздражающе. Я понимаю, как мог Ленин раздражаться по его собственным словам, когда находил идеализм Гегеля. Но Гегелю все-таки нужно читать и читать материалистически. Я подумала, что есть такая Библия, есть в христианстве такие слова «Будьте как дети, но не будьте детьми», раз ссылка на Бога. Так я подумала, ну ладно, будем как дети, сказки почитаем. Так как взрослые, мы отделим всю мистику, берем ее и возьмем только то положительное содержание, которое есть. Потом я подумала, а вообще не очень похоже на библейское сложение «Будьте как дети, но не будьте детьми». Оказывается, будьте как дети, говорит сам Христос. «Тот, кто молится подобно этому младенцу, того и есть в Старстве Небесном, вот что-то такое, того и есть в Старстве Небесном». А после него апостол Павел костерил паству из-за того, что она уж слишком перестаралась в том, чтобы быть как дети. Смысл был в том, что ко всему злому, значит, ко всему плохому вы будете, значит, невинно как дети. Но умом-то будьте совершенными, взрослыми. И дальше была такая цитата, которую я даже себе выписала. Очень интересно. Я подумала, ну вот как будто по сегодняшний день писала. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не сведущий слове правды». Как вы думаете, почему я выписала себе этот цитат? Я ее выписала, потому что на прошлом занятии я уже собирала еще одну из «Бесконечность» вместе со всеми. Но вдруг оказалось, что снова приходится возвращаться к чистому бытию. И оказалось, что никто из аудитории не смог сформулировать логические переходы от даже чистого бытия. Поскольку лично я не могу логически развивать рассуждения, не стоя на усвоенных прочных основаниях, то и вам, к сожалению, придется организовать прочные основания для того, чтобы все-таки идти дальше. Почему я, в принципе, привела эту цитату? Не только для того, чтобы поругаться, мол, ай-яй, что же так до чистого бытия. С самого начала слова Божия приходится преподавать, когда уже нужна твердая пища. Но тут еще есть пару смыслов. Первый смысл, что все мои разъяснения, все разъяснения Александра Сергеевича, Михаила Васильевича, каждый по-своему разъясняет, но это все-таки молоко, нужна твердая пища. Всякий, кто питается молоком, не сведущий свободу словам правды. Поэтому обязательно, помимо семинаров, нужно уделять хотя бы 15 минут в день тому, чтобы посидеть, переписывать, переформулировать, поусваивать именно оригинал наук и логики. Мы все здесь не только студенты, но еще и потенциальные преподаватели, что изучение науки и логики – это очень сложный и длительный процесс. После прошлого нашего занятия я мучила Михаила, мучила Ивана, в общем, всех до кого дотянулась еще в электричке после занятия, чтобы мне сформулировали логические переходы с самого начала. И не только я должна делать эту работу, потому что нам нужно много теоретически подкованных людей, грамотных. Это значит, что мы все должны как бы разветвляться, разветвлять наше влияние, готовиться все больше и охватывать все больше людей, которые готовы поднять свои знания на новый уровень, новый методологический уровень. Поэтому мне показалось этот результат очень местным. Вначале, если мы что-то рассматривали, если мы должны что-то рассматривать, значит, это будет бытие. Оно будет чистым бытием, потому что у него нечего созретать, у него ничего еще нет, оно чистое, значит, оно чистое бытие. А если нечего наблюдать и созретать, значит, оно переходит в ничто. Первая категория получена. Единственное, на что бы я обратила внимание, на то, что не просто переходит, а есть ничто. Чистое бытие есть ничто. Так и написано, почитайте. И тут все там ругают Гегеля, почем зря, что молодеалист. А написано очень материалистически, я хочу на это обратить внимание. На деле чистое бытие есть не более и не менее, чем чистое ничто. На деле, ну давайте попробуем иметь дело с чистым бытием. Не с бытием, со всяческими определенностями, которые мы сами в нем разглядываем, а с чистым бытием. Ну это на деле чистое ничто. Если на деле... Не знаю. На деле меня Андрей Анатольевич спросит, что у тебя с пальцем, я скажу, он есть. Что я сказала, ничего. На деле вот это чистое бытие, неразъясненное, без всяких определенностей оказывается чистое ничто. Ну еще есть такие слова, как простое, непосредственное, неопределенное. Это важно, хотя опять-таки мы говорим о неопределенном, отрицаем определенность, хотя об определенности еще не говорили. Тем не менее об этом сказать полезно. Но общая суть Ивана мы очень правильно на деле. Раз нечего созерцать, раз нечего говорить, чистое бытие есть чистое ничто. Хорошо. Если чистое бытие есть и чистое ничто есть, то это одно и то же. Но они же разные, поэтому мы можем сказать, что нет отдельное чистое бытие или чистое ничто, а есть только переход. А мы еще ничто не рассмотрели. Мы каждый раз должны рассматривать то, что он получил. Иван постарался, не получил ничто. Начали вроде с бытия, а Иван извлек из бытия ничто. Это новая категория. Нужно рассматривать новые категории, обязательно исследовать. Да. Хорошо. Если оно есть, значит, нового бытия. Замечательно. Вот. Отлично построенное логическое предложение. Таким образом, Сергей рассмотрел чистое ничто. Что значит рассмотреть? Рассмотреть – это увидеть противоположное. В электричке мы поспорили с Михаилом. Михаил сказал, что в нашем логическом рассмотрении, в нашем логическом движении нельзя исходить из того, что мы должны что-то увидеть противоположное. Да, действительно, это так. Ничего мы никому не должны. Мы просто изучаем то, что есть. Но вот эта просьба рассмотреть категорию, которая предъявляется каждому, кто рассматривает каждую последующую категорию, это как подсказка. Это как костыль, как ходунки. Точнее, да. Костыль – это все-таки для тех, кто как-то травмирует. Но это скорее ходунки, потому что мы вырастаем. Мы можем пользоваться вот этим содержанием слова «рассмотреть», значит, увидеть противоположное. Мы уже можем догадаться, если нас попросили рассмотреть, значит, должны в ничто увидеть бытие. Я понимаю, мы не берем это как посылку. Да, мы не берем это как посылку. Но видим, так сказать, направление туда идет. Да, пока еще оно нам не вполне знакомо, то можно пользоваться как-то такими ходунками вот эту просьбу рассмотреть. Итак, мы рассмотрели ничто, получили бытие. И, Валентин, сможешь ли ты обобщить полученный результат? Да, могу. Получается, что мы не можем рассматривать отдельно чистое бытие, отдельно чистое ничто, потому что они есть неразличное что-то. И невозможно не заметить, что чистое бытие, оно переходит в чистое ничто. Чистое ничто. Точнее, бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие, потому что чистое бытие и чистое ничто – это одно и то же. И при этом мы можем их различить. То есть есть различия, но при этом есть и тождественность. И мы констатируем, что в бытие приходит ничто, ничто переходит в бытие. И их истина вот в этом переходе. С самого начала ты сказал, что мы не можем рассматривать по отдельности чистое бытие и чистое ничто. И они различны. Я могла бы поправить это предложение. Мы действительно не можем рассматривать отдельно чистое бытие и чистое ничто, что совсем не можем рассматривать? Можем. Но мы не можем их рассматривать без того, чтобы убедиться, что они на самом деле тождественны. Но слово «тождество» – это все-таки слово из более поздних разделов логики. Чистое бытие и чистое ничто одно и то же. При этом они абсолютно различны и истины. Это абсолютно тоже такое слово, которое можно с осторожностью. Да, кратко. Нет отдельно не бытия. Они бытие ничто, следовательно одно и то же. Все, верно, точку поставили. Но они безоговорочно разны. Второе. Третье. Следовательно, нет ни бытия, ни ничто по отдельности, а лишь есть движение, их исчезновение друг в друге. Да, истина – это не отдельно бытие или отдельно ничто, а истина их движение, да, в исчезновении друг друга. И как раз, если мы зашли так далеко, то мы можем это исчезновение друг в друге назвать моментами. Мы пока еще не назвали вот этот результат. Хорошо. Мы должны были как-то прийти к этому. У нас чистое бытие рассмотрела Иван и увидел, что оно есть чистое ничто. Сергей ничто рассмотрел и увидел, что оно есть бытие. И теперь нам нужно обобщить полученный результат. То, что в бытие переходит ничто, а ничто переходит бытие. Нужно просто четко сказать, что их нет по отдельности, а есть только бытие и ничто. Есть только переход бытия-ничто, а ничто-бытия. есть разность. Благодаря их разности, вот, есть разность. Но опять-таки мысль получается спутанной. Чтобы мысль получилась логичной, можно рассказать про их разность, можно сказать про их творчество. Ксения хочет получить краткую и четкую формулировку. То, что мы не можем рассматривать бытие, чистое бытие и чистое ничто. Опять ты говоришь, мы не можем рассматривать, все мы можем. Хорошо. Я просто не закончил. Мы не можем их рассматривать, не сказав, что одно исчезает в другом, что они связаны вот этим исчезновением друг в друге. То есть мы можем рассматривать отдельно и бытие, и ничто. Они являются одним и тем же, но истинно по отдельности, точнее они не могут быть истинными по отдельности. Мы должны брать внимание их взаимосвязи и когда они переходят друг в другую. Можно и так. Можно и так. Но я хотела бы... Можно, но почему бы не сказать, ну вот этот результат не зафиксировать. Бытие и ничто есть следствие, следовательно, одно и то же. Верно? Коротко? Ясно. Я хочу, чтобы мы убирали из вот этого рассуждения о категориях. Мы можем рассматривать, мы рассматриваем, если мы можем рассматривать. Убираем себя из этих рассуждений. Оставляем чистую абстракцию. Значит, отрешаемся, значит, мы усмиряем свою гордыню, да, и имеем дело только с чистыми категориями. Бытие и ничто есть одно и то же, но они безоговорочно разные. Следовательно. Бытие, не только чистое бытие. Вообще бытие переходит в ничто, но... Нет, одно и то же. Одно и то же. Ты говоришь, что бытие и ничто одно и то же. А я говорю, нет, чистое бытие и ничто одно и то же. Ну, ничто и чистое ничто это одно и то же или так понятно? А то, что именно чистое бытие и ничто это одно и то же. Я не согласен с фразой, что ничто и бытие это одно и то же. Без слова «чистое» я не согласен с этой фразой. Так, а это значит, что ты рассматриваешь только одну сторону? Ну, ты находишься только на одной стороне? Нет, я нахожусь на один шаг раньше этих всех рассуждений, потому что вот сначала мы говорим о чистом бытие и чистом ничто, а дальше мы выбираем эти слова «чистое» и говорим о бытие и ничто, потому что эти бытие и ничто становятся опосредственными вот этими вот предыдущими нашими рассуждениями. А разве опосредственное бытие не переходит в ничто? А благодаря чему оно переходит в ничто? Благодаря тому, что его разница с ничто снимается. Дело в том, что несмотря на то, что бытие уже теперь не такое уж и чистое, Оно все равно очень абстрактное. Оно все равно очень пустое. Просто бытие. Переход бытия – ничто. Бытие – переходящее в ничто. Мы еще в прихождении не увидели возникновения. Нужно это проговорить. Бытие перешло в ничто, в прихождение. Но ничто, как мы уже сказали, оно тоже бытие. Соответственно, есть обратные процессы. Ничто, переходящее в бытие. Правильно. Совершенно верно. В самом прихождении есть возникновение. Потому что в прихождении – это бытие, переходящее в ничто. А ничто само переходит в бытие. Вот вам и возникновение в прихождении. Ну и осталось только рассмотреть обратное движение, Сергей, попробуешь? Прошу рассмотреть возникновение. Возникновение – это переход ничто в бытие. Но так как ничто – это то же самое, что и бытие, то прохождение… Может быть, прохождение есть прохождение? Это да, это ты увидел возникновение и возникновение, а противоположности не увидел. То есть ты сказал совершенно правильно, что возникновение – это ничто, переходящее в бытие. А дальше снова сказал, что ничто переходит в бытие. И никакого движения не получилось, мы остались на месте. Нет, ничто… И давай еще раз, давай еще раз попробуем. Ничто… Начинаем рассуждение. Возникновение – это. Возникновение – это. Ничто, переходящее в бытие – это возникновение. Но… Но… Бытие – это то же самое, что и ничто. Бытие само переходит в ничто. Бытие само переходит в ничто. Ну да, в принципе, можно сказать, что бытие само есть в ничто, но нужно именно увидеть движение, а не просто статичное бытие. Бытие само есть в ничто, а потом дальше переходит… Бытие переходит в ничто, то есть за возникновение следует собой прехождение. Да даже не «за». Нельзя сказать, что «за». Ну можно, конечно, сказать, что в рассуждении сначала одно появляется, потом другое. Но само возникновение, как содержащее в себе бытие, оно же содержит в себе не просто бытие, а бытие, переходящее в ничто. То есть оно содержит в себе прехождение. Вот. Логично? Да. Вот. Прошу рассмотреть возникновение. Что такое возникновение? Переход в ничто, в бытие. Точка. Да. Интонация, переход, ничто… Мне больше нравится все-таки ничто, переходящее в бытие. Интонацией выделяем, что мысль кончена. Они залетели и не приземлились. Иначе останемся идеалистами. Но… Но при этом в бытие по-прежнему переходит уже в ничто. Верно. Даже переходит и перешло в ничто. Перешло в ничто. Да. Да. Ну… Да. Для нашего рода… Поэтому это возникновение содержит… Ну, как бы себе вот этот перенос… Что я перебывал. Скажи мне пример. Да. В принципе, получилось, но кусок мысли показался немножко выкрасным. То есть, правильно все сказано. Верно. В возникновении есть ничто, переходящее в бытие, но в бытие само переходит в ничто. То есть… Приходит. Ну, можно так симулировать. Следовательно, в возникновении есть прихождение. Да. Вот. И теперь вот это движение нужно обобщить. Можно декуплировать два раза в бытие. Но мы уже это получили. Мы уже сказали, что в становлении есть два момента. Мытье, но как переходящее в ничто, и оно называется прихождение. И ничто, но как переходящее в бытие, оно называется возникновение. А потом рассмотрели эти два момента каждой поддельности, увидели, что они содержат друг друга. И теперь нам нужно обобщить то, что мы поняли. То есть мы поняли, что… Во-первых, прихождение, есть в бытие, переходящее в ничто, но ничто само переходит в бытие. Стало быть, прихождение содержит в себе возникновение. И другой момент, мы точно так же смотрели, оказалось, что возникновение содержит в себе прихождение. И вот как теперь нам двигаться от этого возникновения? Его нужно обобщить. Нила Куренкова правильно совершенно сказала. Следовательно, и красность исчезает. А что это значит? А что это значит? Значит, исчезает ее восстановление. Все, покончили. Покончили с восстановлением. В прихождении мы увидели возникновение. В возникновении мы увидели прохождение. То есть нам нужно оба момента, нам нужно зафиксировать, что оба момента нам нужно прийти к тому, в итоге подсказка, что они одно и то же, что и разность исчезает. Понятно, почему разность исчезает? В прихождении есть возникновение. А в возникновении есть прихождение. Одно, другое, другое. И получается, каждый момент есть на самом деле два момента. Одно есть два, и в другое есть те же самые два. Но они едины. Ну да, и получается, что... Идет, вдруг исчезает. Да, таким образом они дождественны. Каждое есть два, но вот эти две стороны оказываются одинаковыми. Тут возникновение прохождение, тут возникновение большие. И какая разница? Да никакой. Привыкаем, проговариваем, чтобы не путаться. Все нормально. Какая мысль? Что раз они содержат друг друга, следовательно их разность исчезает. Вот, это одна законченная цельная мысль. Сначала получили становление, а потом увидели его моменты. Обозвали эти моменты возникновение и прихождение. Да, нам больше не нужно говорить о том, что мы находимся... Да, становление благодаря разности возникновения и прихождение. Но, поскольку возникновение есть переход ничтого бытия, и ничто есть одно и то же, то и разность их логически исчезает. Ну, не в этом дело. Оба разность моментов исчезают. Разность моментов исчезает. Становление, которое есть благодаря разности этих моментов, также исчезает. Да. Снимает себя. Но, если это переход опять ничто, нет, переход это снятие, есть переход не чисто ничто опять, а снятое. И снятое есть это бытие, наличное бытие. Снятое есть бытие, наличное бытие. Снятое есть. Ну... Результат снятое и остановление есть. Это ведь не одно и то же. Снятое и результат снятое. Это две разные вещи. В целом, да. Но есть лишние какие-то повороты. Есть довольно простая мысль. Ну, то есть до этого мы обсуждали, обсудили, поняли, что... Ну, да, Валентина хотела сказать про вот это движение после того, как мы увидели, что прихождение и возникновение содержат друг друга. Попробуешь? Ну, я не про это хотел сказать. Ну, хорошо, про это тоже. Ну, да. Просто я хочу, чтобы как можно шире мы это обсудили и проговорили. Встановление есть благодаря разнице бытия и ничто, но в становлении же эта разница исчезает. Возникновение есть благодаря разнице возникновения и прихождение. Но в становлении же эта разница исчезает, потому что возникновение содержит в себе прихождение, прихождение содержит в себе становление, разница исчезает, соответственно, становление исчезает. Вот, из всего того, что ты сказал, достаточно было сказать. Прихождение содержит в себе возникновение, а возникновение содержит в себе прихождение, следовательно, их разность исчезает. Все, весь этот город из слов можно было заменить одной фразой. Но в начале я сказал то же самое, но вместо возникновения и исчезновения... А зачем говорить то же самое? Вместо возникновения и исчезновения я использовал слова «ничто» и «бытие». Ну, соответственно... Получается, это шум назад. Да, чуть-чуть шагнуть назад. Ну, хорошо. Ну, почему бы не шагнуть назад, если в конце концов ты лучше это все проговоришь? Ну, исчезает, становление у нас как будто бы тоже исчезает. Не как будто. Хорошо, становление исчезает, но это исчезновение есть. И получается, что остается... Ну, раз оно есть, значит, это бытие. Какое бытие? Ну, на лицо только бытие и есть. И больше мы ничего сказать пока не можем. И поэтому мы называем вот этот вот результат снятия становления. Результат, точнее... А почему ничего сказать не можем? Очень много сказать можем. Но пока... Именно поэтому мы называем вот его не просто бытие, а какое-то другое бытие. На личное бытие, потому что на лицо только бытие и есть. Вот. А ничто, которое есть в становлении, оно не на лицо. И вот это вот ничто в становлении мы называем не бытием. Ну да, все-таки хочется... Я понимаю, студентам хочется побыстрее уже с этим разделаться. Поэтому как-то одной мысли, ну, законченной. Ну просто, в принципе, можно было остановиться на наличном бытие, точка. Потом еще и получилось не бытие, но ничего, двигаемся дальше. Это не страшно. Ну да. Теяна, а ты правильно на этом сужает? Правильно. Это тезис, а не тезис, а не тезис, а не тезис, а не тезис. Чтобы была четкая структура. Вот одно, но, другое и, в конце концов, третье. Вот. Нужно все-таки к этому стремиться. Так, Иван, прошу рассмотреть становление, у которого мы уже рассмотрели его моменты. Расстановление – это становление бытия, ничто, ничто бытие. Это мы уже поняли. Восстановление этого момента, возникновение и прихождение, которые исчезают друг к другу. Соответственно, и становление само исчезает. Ну, не то, что… Ну, я бы не сказал. Исчезают друг к другу, да. Но нужно увидеть именно это тождество моментов. Мы увидим, что становление исчезнет только после того, как увидим тождество его моментов. А тождество его моментов можно увидеть только, когда мы поймем, что каждый из них – это на самом деле два момента. С этой стороны два момента, и с этой стороны два момента. Они одинаковые, то же самое. Никакого движения нет. Никакое, ну, на самом деле есть. Но разность исчезает. Исчезает. Не исчезла полностью, а исчезает. И становление исчезает. Проговорили ранее, что вы рассматриваете моменты, что бытие – переход – ничто. Не возвращаемся к бытию. Давай лучше с прихождения. Мы уже оставили бытие. С прихождением, да. Хорошо. Это переход бытия – ничто. По-другому. Ну, это ты тоже сам уже говорил только что. Ксения не хочет слышать больше про бытие – ничто. Хочет апеллировать. Да, новые понятия. Также интересно. Новые покупки. Прихождение и возникновение. Но я, честно говоря, не понимаю, почему тогда то, что ты хочешь не слышать про бытие – ничто. Потому что это и есть возникновение, прихождение и возникновение. Потому что без них вполне можно в этом логическом переходе обойтись. Да, сжать, сократить. Но чтобы не надоедать людям своими пространными объяснениями. Чтобы было коротко и ясно. В прихождении есть возникновение? Да, я же сказал, что возникновение. А возникновение есть в прихождении. Соответственно, разность возникновения. И прихождение исчезает. Все, супер, вот, отлично, все, исчезает. Не торопимся дальше, исчезает основательно, авторитетно. Делаем паузу и даем всем насладиться своим великолепием. Вот, исчезает. Краткость, все стараются лавров. Все, да, удивили всех своей краткостью. И теперь у нас есть время, чтобы попочивать на лаврах. Разность исчезает. А теперь можно сказать, что это значит. На самом деле абстрактному противопоставляется конкретное. Ты можешь сказать, что эти категории конкретные? Нет ведь? Нет ведь? Они к конкретной практической жизни человеческой только относятся. Но они ее не представляют полностью во всей определенности практической жизни человека. Такого нет. Они все-таки абстрактные. Они не наполнены практической деятельностью живой, определенностью живой практической деятельности. Итак, нужно четко зафиксировать результат. Разность моментов. Исчезает, само становление исчезает. Все. Точка. Не точка. Потому что получившийся результат не есть чистое ничто. Он просто есть. Да. А просто есть. А содержит в себе... Все предыдущие моменты. Да. Все предыдущие моменты. Таким образом, результат не чистое ничто, а бытие. Наверное, на этом мне самой стоит остановиться. В этом результате налицо бытие. А не налицо, а ничто, содержащееся в нем. Не налицо. Не налицо, да. Ну, как-то так. Ну, тоже мне пока что самой еще не нравится формулировка его перехода. Поэтому в тех моментах, где я пока что затрудняюсь проговаривать, да, вполне можно пользоваться формулами старших товарищей. Результат не есть чистое ничто, а содержит в себе беспокой... Он говорил, что восстановление, это беспокойное иенство. Восникновение, прихождение. Можно использовать эти слова. Ну ладно, теперь уже можно. Теперь после того, как мы уже зафиксировали... После того, как мы зафиксировали, что становление исчезает, все, мы использовали эти термины, восстановление, прихождение. Да, становление, беспокойное иенство, быть я ничто. А поскольку оно отрицается, то мы должны это беспокойное иенство отрицать. Беспокойное иенство отрицается, получается, спокойное. Единство сложного, сложное сложное из простого, значит отклисание от единства это будет простота, и мы приходим к спокойной простоте, которая называется на вечное бытие, потому что на лицо только бытие, и собственно больше мы, как я и сказал, сказать не можем, но ты сказала, что мы можем еще много чего сказать. Нет, да, я сказала, мы можем еще много чего сказать, потому что нужно увидеть, что на личном бытие есть не только то, что на лицо, а все-таки в нем содержится. Почему снятие не используется? Да, вот, как раз то, что я упустила, это снятие, а Дмитрий Артеменков про это хорошо сказал, он сказал, что становление исчезает, но результат нечистое, ничто. А такое отрицание, которое содержит в себе отрицаемое, называется снятие. Я думаю, вот на этом тоже стоило бы остановиться, на снятие. Результат, содержащий в себе отрицаемое, это сказано? Отрицание, содержащее в себе отрицаемое, называется снятие. Может быть, можно как-то удачно сформулировать? Да, отрицание, содержание. Нужно говорить отрицание, содержание, содержание. По-разному можно говорить. Результат снятие остановлено. Вот, ну да. Вот, понятно. В становлении таким образом, да, вот как правильно сказал Валентин, отрицается беспокойное единство, где я ничто, и переходит в спокойную простоту. Эта простота есть, следовательно, она есть бытие, который, бытие на лицо, на другой момент, тоже содержится в нем. Но, и момент ничто, содержащийся в наличном бытие, называется небытие. Бытие, а ничто, оно где-то там осталось, оно не на лицо. И мы, и он... Очень неопределенный, не по-научному. Не по-научному, да. Оно осталось в предыдущих наших просуждениях. Да даже не только в предыдущих, а не в самом наличном бытие. Оно осталось в снятом становлении. В снятом становлении. Ну, мы становление сняли, получили наличное бытие, как результат снятия становлений. Это наличное... Ну, бытие, оно налицо, но мы же знаем, что в становлении было еще ничто, но оно не на лицо. Призываю к дисциплине. В том смысле, что если мы рассматриваем наличное бытие, то без лишних слов говорим, что такое наличное бытие. Если мы о чем-то рассуждаем, нужно сначала объявить... Нужно сначала объявить... Небытие и результат снятия становления. То, что оно рассматривается как нечто непосредственное, простое... Уже нечто, а посредствование появилось, нечто мы еще не знаем. Как что-то простое, цельное. Так нет же. Нет. То, что наличное бытие есть результат снятия становления, означает, что оно содержит в себе все то же, что содержит в себе становление. Правильно? Если оно результат снятия становления, то оно содержит его в себе. И мы об этом говорили, что у нас нет зряшнего отрицания, у нас есть только отрицание с удержанием отрицаемого. Если ты сам сказал, что наличное бытие есть результат снятия становления, следовательно, в нем есть те же моменты. И тут я уже подобрела, и уже можно говорить про бытие, про ничто. Ну, правда, про ничто уже можно говорить как про небытие, потому что мы уже говорили, что это такое. Ну, вот тогда у нас есть бытие, есть небытие. И мы можем сказать, что небытие, принятое бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенностью наличного бытия. Вот. И у нас, получается, наличное бытие, взятое со своей определенностью, называется определенное наличное бытие. Вот. Пока еще раз про определенное наличное бытие мы еще не рассмотрели. Эту определенность мы не проанализировали. Как себя ведет вообще, да, как себя ведет, а может ли вообще, в принципе, наличное бытие быть без определенности. Да. Мы рассматриваем наличное бытие и вот эту вот определенность, как его момент. И если мы его выделим из наличного бытия и рассмотрим изолированное, то такая определенность называется качество. Пока можно остановиться. Нет, мне все понравилось, все хорошо, отлично. Но гораздо конкретнее будет сказать, что наличное бытие само есть результат снятия становления. Да. Как будет? Ну, как. Ну, то, что в нем содержится становление в снятом виде, тоже сказать не будет ошибкой. Наличное бытие есть результат снятия становления. Это уже автоматически значит, что в наличном бытие есть становление. Что из этого среда? Следовательно, в наличном бытие есть момент. Момент. Да. Вот. Вот к чему мы пришли благодаря тому, что мы просто дисциплинировали мысль. Мы просто объяснили, о чем мы говорим. Мы говорим о результате снятия становления. И тут же мы получаем толчок к следующему нашему развитию. Раз наличное бытие есть результат снятия становления, значит, у него есть моменты, которые содержатся становления. Какие моменты? Ну, переход бытия ничто, ничто бытие. Ну, про переход уже можно не говорить. Мы уже помним, что они переходят. Мы просто можем говорить теперь запонебратски. Ну, как, не знаю, не фамильярно, как это сказать. По-простому, по-свойски говоришь, что вот есть эти моменты бытие и ничто. Или бытие и небытие. Теперь это одно и то же. Вот это определение, которое привел Валентин, небытие, принятое в бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия. Есть определенность. Вот тут есть слово форма, да? Это слово форма, оно же не просто так, откуда ни возьмись, появилось. Оно связано с тем, что мы увидели, что результат имеет форму бытия. То есть мы еще до того, как назвали небытие определенности, увидели, что вот этот результат имеет форму бытия. Имеет вид бытия. Вот, ну, у Гегеля написано, либо вид, либо форма точек. Вот, имеет форму бытия. Другой момент, ничто так же содержится в нем. Ну, и мы до этого уже говорили, что ничто в наличном бытие называется небытием. Небытие, принятое в бытие так, что конкретное целое имеет форму, но где определенность. Я эту фразу понимаю так, что вот это наличное бытие и есть определенное. Само наличное бытие есть определенное. Потому что небытие принято в наличное бытие, о котором мы рассматриваем. Небытие принятое, вот если чуть-чуть расширить. А что, наличное бытие это только небытие? Нет, не только. А вот, а ты говоришь, что определенность – это и есть наличное бытие. А это значит, что наличное бытие есть небытие. Согласен? Согласен? Это я из твоих слов. Пока еще не совсем. Это из твоих слов вытекает. Кто еще со мной согласен? Ну, мы же не говорим, что небытие – это отдельная определённость. И мы говорим, что определённость – это именно небытие, принятое бытие. Да, да. Ну, то есть, ну, хорошо, то есть, это небытие в наличном бытии. Определённость, взятая изолированно как бытие, есть качество. Всё-таки определённость и качество – они полностью дождественные понятия. Да. Разные. То есть… Потому что определённость неотделима от наличного бытия, а качество мы выбрали из наличного бытия. В смысле, когда говорим о качестве, определённость отделяема от наличного бытия. Поэтому… Ну, они не дождественные, потому что определённость – это не бытие, а мы его рассматриваем изолированно как бытие. Другое же, по-другому, не такое. Вот. Поэтому всё-таки определённость и качество точно так же разные, как и бытие, и ничто разные. Ну да, конечно, они в определённом смысле дождественны. Но в определённом смысле они разные. Наличное бытие само служит масштабом для односторонности качества, да. Для односторонности рассмотрения качества лишь как бытия. Качество может быть так же рассмотрено, как ничто. Ну, можем попытаться это как-то переформулировать, как-то по-другому взять. Что… Ну, у нас же теперь любое бытие – это наличное бытие. Кто не согласен? Любое бытие есть наличное бытие. А? Ничто? Ничто не согласно с нами? Да. Вот только если оно. Кто вообще слушает ничто? Да. Раз мы рассматриваем качество как бытие, мы рассматриваем его как наличное бытие. А наличное бытие содержит в себе ничто. Ну, вот можно вот так сказать проще. Но мне на самом деле нравится формулировка, что наличное бытие служит масштабом односторонности качества, взятого лишь со стороны бытия. Мне нравится, ничего против не имею. Ну, то есть, нужно каким-то образом указать на то, что не только как бытие можно взять качество, а качество можно взять и как какое-то небытие. Не только как красивое, а как и неуродливое. Одно и то же качество, но одно сформулированное как отрицание, другое сформулированное как утверждение. Например, качество взятое со стороны бытия есть реальность. Оно же, обремененное отрицанием, есть просто отрицание. Так можно говорить, если перед этим сказать, что... Ну, не знаю. Вообще, в принципе, я просто придираюсь к слову отрицание, да? Мы еще не использовали. Хотя мы уже использовали слово отрицание, и все понимают, что это такое. Как все понимают, что такое движение. Все понимают, что такое точка. Нет, как точка можно понять. Нет, ну точка это уже из геометрии. Ну то есть это самые базовые и неопределимые понятия. Которые... Что используют вместо отрицания? Ну да, можно, да. Как наличное, где там есть становление, а становление есть ничтовое, и ничтовое в качестве это отрицание. Ну да, ну можно просто сказать качество со стороны бытия. Реальность качества со стороны бытия, небытия – отрицание. Вот так вот можно сказать. Тогда недопонимание не должно возникнуть. Да, реальность и отрицание. Переход заключается в том, что реальность есть определенное наличное бытие. Определенное. Не абстрактное, не... Когда мы говорим об определенном наличном бытии, мы уже в этот момент делаем переход к наличному сущему. Ну мы должны там в будущем... Определенное бытие, наличное сущие – нечто. Вот этот переход, то есть появление слов «определенное наличное бытие», оно оправдано в том месте, где мы переходим к наличному сущему. То есть определенное наличное бытие – это уже синоним наличного сущего. Ну еще можно прийти через то, что такое в принципе реальность. Это качество, а качество – это определенность. Определенность – это не бытие. Таким образом реальность, даже как бытие, содержит в себе отрицание. Ну то есть оно же содержит в себе не бытие, оно и есть отрицание. Реальность есть отрицание. Потому что это определенность. Отрицание есть. Да, отрицание есть. Следовательно, оно содержит в себе момент бытия. Следовательно, содержит в себе реальность. В реальности содержится отрицание, потому что в наличном бытие есть не бытие. Можно, например, так сказать. В реальности, как в наличном бытие, содержится не бытие. Вот так вот Александр Сергеевич формулировал. Рассматриваем реальность. В реальности, как в наличном бытие, содержится не бытие. Следовательно, в реальности содержится отрицание. Отрицание. Есть. Следовательно, в отрицании содержится реальность. Таким образом, разность реальности отрицания исчезает. Можно на примере красное – это реальность, не красное – есть отрицание. И оно содержит себе красное в идее. Например? А в реальности... А в реальности, как на личном бытии, есть не бытие, а следовательно, в реальности есть отрицания. Так. А отрицание – есть следовательно, содержится в себе в момент бытия, а следовательно, содержится беременность. Да. Всё понятно. Можно двигаться дальше? Любое отрицание – это на самом деле реальность. Спасибо большое. Ржавчина – это отрицание железа. Но ржавчина есть, она реальность, вот ржавчина реальная. А любой человек есть в отрицании других, да? Ну он тоже есть. Сумма у себя может быть? Двой человек в отрицании своих родителей. Ну снятие скорее, ну потому что отрицание... Сумма у себя тоже отрицание, если это опущество, как определение? Преоположение? Отрицание есть в реальности, это мы уже поняли. А то, что реальность есть в отрицании, заключается в том, что сабр, который есть в чай, это не сам чай. Не так, смотри, стаканчик просто стоит, он отрицает вообще всё. Есть стакан, он отрицает всё, что находится в ней его. Вот он стакан, есть? Да, он отрицает и чая, потому что чай не стакан, он отрицает и весь остальной мир. Да. Даже стол, который у вас стоит. Можно? Да. Получается отрицание, всегда отрицание чего-то? Да. То есть отрицание бытия какого-то? Да. Содержит в себе бытие в каком случае. Это тоже, это тоже. То есть просто абстрактное отрицание это просто не, так ли? Да. Но вообще, любое отрицание это не е. Просто мы уже знаем, что истинно отрицание на самом деле снятие. Что на самом деле, любое отрицание содержит в себе отрицание. Просто некоторые этого не замечают. Но … Истинно отрицание – это снятие. Ну, в смысле вот самого австрактного отрицания вообще, которое просто вот оно есть и ничего конкретного не отрицает, а вот просто типа как отрицание. Вот такого не существует, правильно? Да. Можно дальше двигаться. Значит, мы рассматривали новичное бытие, различили в нем его определенность, в определенности различили, ну, как качестве различили реальность отрицания. И все эти моменты, они ничтожны и сняты. Соответственно, ну, мы только что их сняли. Нету отдельно наличного бытия, качества, реальности отрицания, а есть только одно определенное наличное бытие, которое мы называем наличное сущее, а сущее мы с твоей помощью определили как существительное от глагола быть. То есть, по сути, это то же самое, что прилагательный от глагола быть. Ну, и оно такое, да. Как подлежащее, вот прилагательное. Вот. И поэтому, да, это называется определенное наличное бытие, наличное сущее или одним словом нечто. И вот мы перешли к нечто. Не зафиксировано было исчезновение разности. Ну, то есть, да, правильно говорил, но вот разность исчезает. И Александр Сергеевич, например, предлагает обращать внимание на то, что снятие разности, реальности и отрицания, это внутри себя бытие. А, да, 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 да. Внутри себя бытие. То есть, оно и есть, но исчезает. Снятие разности, реальности и отрицания, это внутри себя бытие. Ну, это есть такое, да. Внутри себя бытие. Это определение внутри себя бытия? Это не определение внутри себя бытия, это мы видим, что снятие разности реальности и отрицания есть внутри себя бытие. Да. Это внутри себя бытие есть определённость наличного бытия, неотделимое от него. Наличное бытие, таким образом, есть наличное сущее, нечто. Учёный, кто там ещё, пьяный, то есть это нечто неотделимое от своей определённости. Если человек не пьян, то пьяный, такое вот понятие в определении этого человека исчезает, он не может назвать его пьяным. Потому что в этой гиголии такой определённости. А если учёный пьяный? Если пьяный учёный, то нужно посмотреть, во-первых... А когда он учёный, то не пьяный. И вдруг он пьяный может быть, а вдруг оказывается, что ему нужно скорую медицинскую помощь оказывать. И тотчас мы... Ну, это определение пропадает, никакой он не пьяный. Потому что этой определённости у него нет. Ну вот, ну да, мы пришли к тому, что определённость вообще неотделима от наличного бытия. Вот это внутри себя бытие, снятие разности, реальности и отрицания есть... Определенность? А? Да, собственно, определённость наличного бытия, которое таким образом есть наличное сущее, теряя от личного. Заканчиваем семинар. Ну, уже хорошо. В прошлый раз за одно занятие мы прошли становление, за другое занятие прошли наличное бытие. А тут, вроде бы, и все поговорили, и... кто хотел бы... И прошли даже до личного. Я считаю, что результат хороший. Будем так двигаться дальше. Всё, спасибо.